Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня выпуски. В России снова заговорили о возможности выхода с МКС. Три в одном. Смартфоны станут еще гибче. В Америке расследуют смертельное ДТП с участием беспилотника Тесла. Об этом и не только в ближайшие минуты. В России снова заговорили о возможности выхода с МКС к 2025 году. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, техническое состояние Международной космической станции вызывает серьезные опасения, а вместе с тем и вопросы о возможности ее дальнейшей эксплуатации. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, может привести к необратимым последствиям. До катастрофы. Это нельзя допускать. Россия продолжит с работы на МКС как минимум до 2024 года, согласно договоренностям с другими странами. По истечению этого срока российскую миссию на МКС могут свернуть и начать работы по созданию Национальной космической станции. Как передает РИА Новости, проект будущей станции был представлен еще в прошлом году. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей. Базовый, целевой производственный, склад материального обеспечения, платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также один коммерческий для размещения туристов. Смертельное ДТП с участием автомобиля на автопилоте произошло в американском штате Техас. Электрокар Тесла двигался на высокой скорости и в какой-то момент сошел с трассы и врезался в дерево. Электрокар загорелся, двое мужчин, находившихся в салоне, погибли. Выяснилось, что в момент происшествия за рулем автомобиля никого не было. Мужчины ехали на пассажирских сидениях, оставив автомобиль в режиме автопилота. Как передает издание «Инсайдер», Национальная администрация безопасности дорожного движения США сейчас расследует как минимум 20 аварий с участием автопилотируемых машин Тесла. Производитель в свою защиту отмечает, что режим автопилота вовсе не означает, что водитель не должен контролировать процесс вождения. По заявлениям компании, ДТП происходит из-за злоупотребления водителями режимом автопилота. Производители техники продолжают развивать тренд гибких смартфонов. Свою версию недавно представила TCL, которая объединила в одном гаджете два самых инновационных форм-фактора. Он не только сгибается, как раскладушка, но еще и вытягивается в разные стороны, увеличивая размер дисплея. Так одно устройство может превращаться в три разных гаджета. В сложенном состоянии это смартфон с дисплеем почти в 7 дюймов. Раскрыв его, получается фаблет с 9-дюймовым экраном. Ну а если его еще и вытянуть, то получается 10-дюймовый планшет. Представленная модель пока еще только является концепцией. До выхода на рынок устройству еще предстоит пройти техническую сертификацию. Поэтому компания пока не сообщает о сроках запуска нового продукта в производство. В то время как новая модель TCL будет проходить путь от концепции к конвейеру, на рынке вполне могут появиться похожие гаджеты, которые затмят новинку. Правительство Франции предложило своим гражданам пересесть с автомобилей на электробайке. Для этого власти выделят из бюджета специальные субсидии. Гражданам предлагают обменять устаревшие автомобили с двигателями внутреннего сгорания на 2500 евро и электровелосипеды. Эта программа позволит сократить выбросы углерода в стране. Как передает издание Хайтек, похожая система уже действует и в Финляндии. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будете в курсе всего самого интересного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok